Вот как бывает, начинаешь смотреть, что у нас тут новенького компании выпустили и видишь, что один бренд особенно постарался. И какой бренд, и сколько новых моделей. А еще в конце видео я объявлю результаты розыгрыша призов, так что есть повод досмотреть. Здравствуйте, вы на YouTube-канале AntiReview и с вами Леонид Пащенко. И снова назову этот выпуск видеодайджестом, потому что в полном объеме новости, статьи, обзоры можно посмотреть на наших площадках в Дзен, Телеграме и ВКонтакте. Но это проще простого. Открывайте описание к этому ролику, а в нем все ссылки. И снова повторю, что в конце этого ролика у нас будет информация о розыгрышах призов, так что смотрим. А отличился у нас к этому дню бренд Esoteric. Он представил два новых интегральника. Три обновленные версии флагманских компонентов Грандиоза и три модуля обновления для тех, кто уже приобрел предыдущие версии тех самых Грандиоза. А еще три супер аудио CD от собственной студии звукозаписи. Ударно потрудились японские товарищи, не правда ли? Ну а теперь обо всем по порядку. Два интегральных усилителя или интегрированных. На самом деле на сегодняшний день оба варианта допустимы. Инженеры и филологи сами до сих пор спорят, не будем им мешать. С точки зрения филологии первый вариант даже предпочтительнее. Ну пусть так. Значит, два интегральных усилителя Esoteric F01 и F02 продолжили традиции своих предшественников. F03A и F05. Это лучшие интегральные усилители, о которых вы только могли мечтать, заявляет компания. И основания для этого имеются. Так, и что же у них особенного? Инженеры взяли некоторые наработки из топовой серии Grandiose X прямо от замечательного предусилителя C1X и усилителей мощности M1X и S1X и объединили их в единое целое. Ну, не в прямом смысле, конечно. От преда мы тут видим балансную конструкцию, топологию двойной ОМОНа, три родных аналоговых входа ES-Link Analog для подключения родственных аппаратов Esoteric серии K и N. Что там еще? Конечно, фирменная регулировка громкости Ultra Fidelity Attenuator System. Сюда же добавили полностью балансный усилитель для наушников, трехполосный регулятор тембра, снова балансный. И еще все это добро можно заставить работать в режиме бямпинга, если воспользоваться парой выходов ES-Link Analog и подключить усилители мощности S05. Вот он у нас здесь, кстати. Да еще добавить отдельный внешний блок питания. Его пока еще не выпустили, но официально анонс уже был. А что там с собственным усилением? А тут самое интересное. Два похожих интегральника, но F01 это чистый класс А. По 30 Вт на канал для 8 Ом и по 60 для 4 Ом. В классе А, повторюсь, тут мощность по-другому оценивается. Но вы это и без меня знаете. А F02 работает в классе АБ. Тут по 120 Вт на канал для 8 Ом и по 240 для 4 Ом. Почему два аппарата в разных классах? Ради выбора. Кто-то предпочитает только класс А, а кому-то по душе более распространенный АБ. Почему бы не сделать приятное обеим категориям слушателей? Габариты почти одинаковые, внешность схожа, а почерк можно выбирать. Ну хорошо ведь. Подробно про все фишки, технологии, характеристики мы рассказали в статье на Дзене. Специально для вас. Подготовили, выложили с картинками. Ссылка внизу. Обычно в этом месте говорят не благодарите, но я все же попрошу поставить лайк. Вам не сложно, а нам приятно. Идем дальше. К топовым аппаратам. Итак, Super Audio CD Transport Grandiosa P1X, затем Super Audio CD проигрыватель Grandiosa K1X и моно-цифроаналоговый конвертер Grandiosa D1X получили к своим цифро-буквенным индексам приставку SE, то есть Second Edition. В чем заключается обновление? Прежде всего, это новый генератор тактовой частоты или Клокер, как его еще называют, с собственным фирменным названием Master Sound Discreet Clock for Digital Player. Если кто не в курсе, хотя думаю у нас тут продвинутая аудитория, этот блок работает как дирижер в оркестре, то есть задает ритм для остальных музыкантов, в смысле элементам аппарата, и заставляет этот ритм поддерживать. То есть биты информации, как ноты, обрабатываются в правильном порядке и с правильной скоростью. Ну это так, художественно. В основе данного Клокера лежит термостабилизированный кварцевый эсциллятор, который применяется во флагманском генераторе тактовых импульсов Grandiosa G1X. И тут очень продвинутая технология на большом кварцевом кристалле, кому интересно, на Дзене мы расписали очень подробно, в отдельной статье и тоже с картинками. Кроме того, в плеере K1XSE и ЦАПе D1XSE обновили аналоговую схему, а само преобразование по-прежнему делает программируемая FPGA-матрица. А если у вас уже есть эти аппараты, но первого поколения не тратит же снова кучу денег на обновленные? Нет, конечно. Ведь Эзотерик выпустил для них отдельные модули обновления. VUK P1XSE, VUK D1XSE, VUK K1XSE. В каждом тот самый новый Клокер. Плюс доработки для каждого аппарата, который и делают из модели первого поколения второе. Разумеется, вы это делаете не сами, а обращайтесь к местному дилеру или дистрибьютору. Точнее, в его сервисный центр. Теперь про ближайшего родственника Эзотерик. Бренд Тиак. Хорошие новости. В Россию приехали новейшие модели разного назначения, класса и ценовой категории. Начнем по возрастающей. 300-я серия. USB-сап-усилитель Тиак AI303. Фирменный компактный дизайн с площадью как и листа А4. Это класс Д, а на мониторах HyperX and Core. 25 Вт на канал для 8 Ом. Этот аппарат может стать центром вашей домашней цифровой вселенной. У него есть даже вход HDMI ARC для подключения телевизора. Кстати, полезная вещь. Обрабатываются потоки DSD 512 и PCM32 384. Есть Bluetooth aptX HD. USB-поключение к различным устройствам, включая смартфоны, планшеты и так далее. Полезный, компактный, удобный аппарат. Мне самому не терпится его протестировать. Постараемся это сделать как можно скорее. Дальше модель постарше. CD-транспорт Тиак PD505T. Про 500-ю линейку я много рассказывал. Там есть прекрасные ЦАПы. Обзоры у нас были. И вот эта модель сюда как раз в точку. А Тиак признан авторитет в разработке и производстве CD-приводов. И не только для себя, но и для очень уважаемых брендов. Одно сотрудничество с ВМЧ его стоит. И, наконец, высшая лига CD-проигрывателей. От Тиак модели VRDS701 и транспорт VRDS701T. Ну, о них много рассказывали. А сейчас будет возможность протестировать самим. Очень жду. Компания Laxman выпустила интегральный усилитель L505Z с фирменной системой обратной связи. У аппарата независимый каскад предусиления. Там буферная схема на дискретных элементах. Также есть качественный встроенный МММ-сифонный корректор предусилителей. Блок регулировки громкости оснащен электронным управляемым аттенуатором. Номинальная мощность 150 Вт на канал для 4 Ом. А сейчас об искусстве. Как вы уже помните, у эзотерики есть своя студия звукозаписи, которая переиздает классические шедевры, записанные в разное время, причем с оригинальных мастер-лент. На этот раз у нас три супер-аудио-сиди-диска. Бетховен. Симфония номер 9. Венская филармония, 1979 год. Дирижер великий Леонард Бернстайн. Не только дирижер, но и пианист, композитор, в том числе автор знаменитого мюзикла «Весайская история». Затем Моцарт. Фортепианный концерт номер 6. Английский камерный оркестр под руководством Джеффри Тейта. Кстати, этот оркестр еще с Беджимином Бриттеном работал. Пианистка Митсука Учидо. Англичанка, но японского происхождения. Дочь японских дипломатов, получила британское гражданство. Записей было несколько, с 1985 по 1990 год. Самой пианистке сейчас уже 74 года. И Вагнер. Увертюры и прелюди. Чикагский симфонический оркестр. Записи 1992, 1993, 1994 годов. Дирижер Даниэл Баренбойм. Человек мира. Родился в Аргентине 80 лет назад. А живет вообще в Берлине. А что у нас в СМИ? Авторитетнейшее британское издание World High Five поставило высшие 5 звезд среди проигрывателю Tiag VRDS 701. Ну, только что я про него сказал. Если помните, там особый механизм привода, тот самый VRDS, который фиксирует диск и обеспечит очень точное считывание. Ну и FPGA-матрица, конечно. Не за граммя то время, когда мы сами все сможем это оценить. Предусилитель эзотерик грандиоза C1X Solo и усилитель мощности грандиоза C1X получили в Японии награду за совершенство в аудио. Audio Excellence Award 2024 Grand Special Price for. Польское издание Stereo Life похвалило интегральник Audio Lab 9000A. Дайджест есть у нас на Дзене. У автора свой взгляд на бренд. Положительный, но свой. Хотя лучше самим прочитать, где вы уже знаете. Ссылки в описании. И волнующий момент. Сейчас я назову имя победителя в конкурсе, который буквально только что провели наши друзья из салона Dr. Head. Разыгрывалась полочная акустика Mission LX1 MK2. А наш канал, пожалуй, больше других тесно контактирует с ее разработчиками и производителями. Прямо в самой Великобритании и в Китае. Выбор победителя среди зарегистрировавшихся участников проводили в прямом эфире с помощью рандомайзера. Есть и запись этого мероприятия. Внизу в описании мы на него разместили ссылку. А то бывают скептики. Но среди наших зрителей ведь уже есть победители наших же конкурсов. Они подтвердят, что все серьезно. Итак, обладателем акустики Mission LX1 MK2 стал Вадим. Тут мы видим его почту, а все остальные данные и контакты уже есть у наших коллег из Dr. Head. Они в ближайшее время свяжутся с ним и доставят приз. Наше поздравление Вадиму. Уверен, что эти отличные колонки ему понравятся. Но у вас еще есть шанс попытать удачу на нашем телеграм-канале, где разыгрывается классный HDMI-кабель AudioQuest Pro 48. Очень полезная штука, ведь цифровые телевизоры и приставки есть почти у всех. А тут поддержка Ultra HD до 10К, защита от шумов, да и просто хорошее качественное исполнение. Заходите по ссылке в описании. Вот прямо проматывайте вниз и жмите. Вещь-то хорошая. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши ресурсы и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok